Света художественное и эстетическое оформление в деревне. Мастера на все руки в Мариинско-Пасадском районе создают новогоднее настроение себе и односельчанам. Летом клумбы, зимой скульптуры. Возле дома Владимира Патерова в деревне Большое Аккозино всегда есть чем полюбоваться. Под Новый год он традиционно лепит елку, снегурку и разных зверят. В летом году труднее было, конечно, со снегом. Тепла не было осенью и пришлось вручную как бы замесить и трудновато было. Но планы еще есть. До Нового года еще постараемся что-нибудь еще сделать. Змей Горыныч я хочу, потому что Змей Горыныч это самый для меня пик, как бы считается. Она трудновато как-то. И там и шеи надо подлиннее делать, и чтобы горело, чтобы все, ну, настояще, чтобы было. Реалистичная собака и свинья, как символы уходящего и наступающего года, создают новогоднее настроение жителям Октябрьского села. Мастерит Геннадий Григорьев из снега и из дерева. Вначале для себя, для детей. А потом оказалось это хорошо и прекрасно для других. Соседи радуются, односельчане радуются. А в последнее время мы это делаем для своей любимой внучки Яночки. Она живет в Челябинске, ей три года. В этом году она приедет. В селе сложилась здоровая конкуренция. Свой дом вслед за Геннадием Петровичем украсил глава сельского поселения Владимир Кураков. 120 метров гирлянд сияют и днем, и вечером. Владимир Федотович, мой оппонент в этом вопросе, соперник, он тоже очень хорошо начал украшать. Таких людей стало очень много в нашем селе, и это замечательно. Зимнюю красоту решили заявить на конкурс. Вначале на районный рождественское сияние, а лучшие хозяйства будут участвовать в Республиканском. Ирина Волкова, Алина Сусметова, Игорь Зверев, Республика.